Уважаемые друзья, только что состоялся телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой. Инициатива разговора исходила от российской стороны, но заинтересованность бесспорно была обоюдной. В ходе беседы мы одобрили совместные заявления России и США в качестве сопредседателей Международной группы поддержки Сирии о прекращении боевых действий в этой стране. Принятию заявления предшествовала интенсивная работа команд российских и американских экспертов. При этом использовался и позитивный опыт, накопленный в ходе взаимодействия по уничтожению химического оружия в Сирии. Наши переговорщики провели несколько раундов закрытых консультаций. В итоге удалось выйти на важный конкретный результат. Достигнута договоренность о прекращении боевых действий в Сирии с полуночи по дамасскому времени 27 февраля 2016 года на условиях, являющихся составной частью российско-американского заявления. Суть этих условий. До полудня 26 февраля 2016 года все воюющие в Сирии стороны должны подтвердить нам или американским партнерам свою приверженность к прекращению огня. Российские и американские военные совместно на картах определят территории, на которых действуют такие группировки. Против них боевые операции вооруженных сил Сирийской Арабской Республики, российских вооруженных сил и возглавляемой США коалиции вестись не будут. Оппозиционеры, в свою очередь, остановят боевые действия против вооруженных сил Сирийской Арабской Республики и группировок, оказывающих им поддержку. Что касается ИГИЛ, Джахпат-ан-Нусры и других террористических организаций, признанных в качестве таковых Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, они из режима прекращения боевых действий полностью исключаются. Удары по ним будут наноситься и далее. Принципиально важно, что Россия и США, как сопредседатели международной группы поддержки Сирии, готовы запустить эффективный механизм реализации и контроля за соблюдением режима прекращения огня как со стороны сирийского правительства, так и вооруженных оппозиционных группировок. Для этого будут созданы горячие линии связи и, при необходимости, рабочая группа по обмену информацией. Россия проведет необходимую работу с Дамаском, с легитимным руководством Сирии. Рассчитываем, что Соединенные Штаты то же самое сделают со своими союзниками и группировками, которые ими поддерживаются. Убежден, что согласованные с американской стороной совместные действия способны радикальным образом развернуть кризисную ситуацию в Сирии. Появился, наконец, реальный шанс положить конец многолетнему кровопролитию и насилию. В результате должен быть облегчен гуманитарный доступ ко всем нуждающимся сирийским гражданам. Главное же, создаются условия для запуска подлинного политического процесса через широкий межсирийский диалог в Женеве под эгидой ООН. Новейшая история, к сожалению, знает немало примеров, когда односторонние, без санкции ООН действия в угоду сиюминутным политическим или конъюнктурным интересам приводили к драматическим результатам. Эти примеры у всех на слуху. Сомали, Ирак, Ливия, Йемен. На этом фоне российско-американские договоренности по прекращению огня в Сирии. Их совместная реализация в координации со всеми странами-участницами Международной группы поддержки Сирии способна стать примером ответственных, основывающихся на нормах международного права и принципах ООН действий мирового сообщества против угрозы терроризма. Хотел бы надеяться, что и сирийское руководство, и все наши партнеры в регионе, и за его пределами поддержат выбранный представителями России и США алгоритм действий. Спасибо. Спасибо.